В майском номере журнала «Уральский следопыт» опубликована статья Римма Бурановой «Они брали Берлин». В ночь на 2 мая 1945 года капитулировал Берлин. Миллионы моих соотечественников мечтали об этом дне, с гранатой бросаясь под танк, замерзая в окопах, возвращаясь из заботия в госпит. Среди участников штурма Берлина были и отцы моих подруг-одноклассниц, и ученики моего деда. Здесь рассказ о четырех днях их жизни с 28 апреля по 2 мая 1945, днях, когда они брали Берлин. Мне посчастливилось родиться в семье военных, прошедших всю войну. Поездка в Берлин для меня – тяжелое испытание. Здесь я словно оказываюсь в далеких сороковых, и ничего с этим не могу поделать. Иду по знаменитому бульвару Умтерден-Лиден, Бранденбургским воротам, мимо уличных музыкантов, оживших скульптур иконах гейпажей. Тут и бравый крепыш разгуливает в форме майора Красной Армии. Заряжаюсь энергией веселой, разноязыкой толпы туристов со всего мира, но знаю. Еще несколько шагов, и меня настигнут другие чувства. Перешагнув линию на асфальте, обозначающую место бывшей Берлинской стены, я перешагиваю в другое измерение. Здравствуй, солдат! Стоит бронзовый солдат на высоком пьедестале. Винтовка на плече говорит – все, война закончена. Жестом руки он прощается с погибшими соотечественниками. Их около двух с половиной тысяч. По обе стороны мемориала стоят два танка Т-34 и две пушки, прошедшую битву за Берлин. На колоннах с золотом высечено дечная слава героям, павшим при штурме города Берлин. На каждой колонии фамилии пехотинцев, артиллеристов, танкистов, саперов, воинов всех родов войск, героев Советского Союза, полковников, рядовых. Всего 178 имен. Вчитываюсь с щемящим сердцем. Это чьи-то отцы, мужья, братья, сыновья погибли в самые последние дни войны, в конце апреля-начале мая 1945 года. Вдруг вижу Гелязов Х.К. Гвардии рядовой 1926-29 апреля 1945 года. Уж не земляк ли? Знают ли его родные? Ведь у большинства павших матери, жены, дети здесь так и не побывали. Раньше этот мемориал входил в советский анклав британской зоны оккупации. И до вывода группы советских войск из Германии 1994 года покой павших солдат охранял торжественный караул советской армии. Вглядываюсь в фото последнего караула с болью в сердце. Наши солдаты и офицеры, преклонив колено, прощаются с павшими соотечественниками. И все это в 360 метрах от Рейхстага. Депутаты Бундестага заседают рядом с грандиозным свидетельством поражения своей страны. Правительство ФРГ при выводе наших войск обязалось сохранить мемориалы в порядке и четко соблюдая договоренности. Немецкая принципиальность впечатляет. Вернушись в Уфу, на сайтах Минобороны нахожу Гелязах Хабихамовтович Камединович, обычная ошибка писаря, 1926 года рождения. В военкомате призыва, уточняя год рождения, 1924-й. Родился в БАССР. В Благоварском районе деревни Тукчура. Призван в 1942-м, убит 29 апреля 1945-го. Служил наводчиком зенитной установки М-17 в 64-й танковой гвардейской бригаде 1-й танковой армии 1-го Белорусского фронта. Первичное место захоронения Германии – город Берлин, Александр Штрассе. И потрясающе сохранилась схема захоронения рядового Гелязова. На рисунке – самый центр Берлина, мост через реку и рядом – одиночный памятник со звездой. Его зарыли в шар земной. Значит, если приедет родственник в Берлин, то по схеме найдет место, где Хабби держал последний бой. Выходит, оттуда перенесли рядового Гелязова в мемориал Тиргартен. Помнит ли его кто-нибудь? Есть ли родня? Звоню в поселковый совет. Родня давно разъехалась. Нашли дальнего родственника основного майора, вернувшегося на родину. Разговор с руководством школы взволновал. Оказывается, до войны в Токчуре была только начальная школа. Старшеклассники же ходили в школу соседнего села Старокучербаева. Выходит, Хабби – ученик моего дедушки, директора Старокучербаевской школы Гильямина Усманова. Гвардии рядовому Хабби Гелязову из деревни Токчура, еще недавно отвечавшему на уроки моему дедушке, пришлось пройти пол Европы, увидеть разруху и смерть. И дойдя до Берлина, вот-вот победа и домой. Но 29 апреля 1945 года жизнь 20-летнего парня оборвалась. Он не узнал. Уже завтра над Рейхстагом водрузят знамя победы. Столица Третьего Рейха была тщательно подготовлена к длительной обороне. Правительственные кварталы, основные вокзалы, крепкие городские строения были превращены в мощные узлы сопротивления. Подъездные пути были перекрыты баррикадами и заминированы. Улицы, площади, перекрестки, дворы находились под прицельным огнем. Разветвленная подземная телефонная связь оставляла возможность вермахту управлять войсками в самых критических ситуациях, когда наземная связь была выведена из строя. Бомбоубежище, метро, подземные коммуникации позволяли осуществить быструю незаметную переброску тысяч солдат. Гитлер, укрывшийся 16 января в бункере в саду рейх-канцелярии, приказал удерживать столицу до последнего. Берлинский гарлизон вместе с фанатичными бойцами СС, а также фолькштурма и Гитлер-Югенда, яростно защищали город. Потери Вермонта и Красной Армии были колоссальными. В гвардии старший лейтенант Иван Филиппович Чижик, командир 6-й батареи 568-го минометного полка 42-й минометной Нарвской краснознаменной бригады, дошел до Берлина. Вот этот город, до которого они клялись дойти, хороня убитых и дополчан еще в начале войны на Северо-Западном фронте, прорывая блокаду Ленинграда, освобождая Белоруссию и Польшу. Теперь он видел вывешенные берлинцами в окнах белые полотнища в знак капитуляции. Из документа. В яростных боях на поступке к городу и при взятии Берлина батарея старшего лейтенанта Ивана Чижика огнем и колесами поддерживала наступление пехоты. 28 апреля 1945 года. Приказ. Взять центральный вокзал Берлина. А оттуда идет шквальный огонь. Горько гибнуть в последние дни. Из наградного документа к представлению Ивана орденом Красного Знамени. Когда в районе центрального вокзала Берлина противник оказал сильное сопротивление, открыв яростный огонь, Иван Чижик с разведчиками выдвинулся вперед пехоты и начал разведку огневых сил противника. Он обнаружил четыре станковых пулемета, два орудия прямой наводки и очаги, где засели автоматчики. Вернувшись к позициям и подготовив огни, Чижик батареи своей уничтожил три станковых пулемета, два орудия прямой наводки, геморализовал группу автоматчиков и, поддерживая его батареей рота без потерь, овладел центральным вокзалом, что сильно отразилось на обороне противника в целом. Через три с половиной дня войска берлинского гарнизона сдались. Война для командира батареи Ивана Чижика закончилась. Пройдя путь от Ленинграда до столицы Третьего рейха, раненый в июле 41-го и марте 45-го, он остался в живых и увидел победу за всех своих погибших товарищей. Елена Ивановна, его дочь и моя одноклассница, побывала туристом в Берлине. «Была ли ты на центральном вокзале?» – спросил я ее. «Да. Если бы я знала, что мой отец брал этот вокзал, знал бы отец, что я буду стоять на том самом месте». У многих моих одноклассников отцы, а у некоторых и матерей, как у меня, вернулись с фронтов Великой Отечественной и, как правило, не любили рассказывать о войне. Звоевав ценой невероятных лишений, страданий и победу, к ним все силы теперь отдавали строительству новой, прекрасной жизни. И неудивительно, что мы почти ничего не знали о подвигах наших отцов и матерей. Часто бывая дома у одноклассницы, близкой подруги Татьяны Гришиной, и общаясь с ее папой Василием Яковлевичем, всегда бодром, оживленно вникающим во все наши школьные дела, я и понятия не имела, что передо мной настоящий герой. И узнала эту историю, уже будучи взрослой, случайно прочитав в солидном издании о героях Великой Отечественной войны. 28 апреля. Вот-вот падет Берлин, но на северо-западе города упорно обороняется цитадель Шпандау. Ее реки обстреливают мост через реку Хофель, идущие по нему советские войска, военную технику. Необходим штурм Шпандау. Но кроме 460 военных, в крепости около полутора тысяч женщин и детей, укрывшихся из окрестных поселений. Чтобы избежать бессмысленной бойни, командующий 47-й армией генерал-лейтенант Перхович ставит перед своим политотделом задачу. Необходимо склонить гарнизон крепости к капитуляции без боя. Неразумно губить наших людей и мирных немецких жителей из-за упрямства горстки фашистских маньяков. Два дня, 28 и 29 апреля, офицеры политотдела через МГУ, мощную говорящую установку, обращаются к офицерам и солдатам, гарантируя им жизнь, а раненым им нет помощи в случае прекращения сопротивления. Те, кто в крепости, слышат и голоса своих родных, мирные жители через гамкоговорители просят их остаться живыми. Безрезультатно. Командование решает послать парламентеров, чтобы те попытались склонить гарнизон к капитуляции. Задача крайне рискованная. Так, несдолго до этого в Бедопеште расстреляли нашего парламентера. Ровно в 7 часов группа парламентера в составе начальника 7-го отделения политотдела майора Василия Гришина, капитана Владимира Галла, антифашиста немца Ульмера и немецкого полковника двинулась в сторону цитадели. Понимая, что белый флаг в их руках не гарантия, зная, что за ними напряженно следят сотни глаз, сотни стволов автоматов из байнист нацелены на них, огромные ворота забаррикадированы, перед ними мощная молчащая крепость. «Хелло!» – обращаются парламентеры неведомо к кому. И сверху с балкона летит веревочная лестница. Два немецких офицера спускаются вниз, скидывают руки в фашистском приветствии. Комендант крепости – полковник Юнг, заместитель коменданта – подполковник Кох. От имени советского командования майор Гришин предлагает гарнизону прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие, гарантируя солдатам и офицерам право на жизнь, больным и раненым медпомощь. Комендант крепости и его заместитель внимательно выслушивают условия капитуляции, но сложить оружие отказываются. «При условии гарантии жизни моим солдатам и офицерам я выпринял ваше предложение о капитуляции. Но есть приказ фюрера. Если командир объявляет приказ о капитуляции самовольно, то любой офицер имеет право расстрелять его», – отвечает комендант Юнг. Василий Гришин принимает отчаянное решение подняться в крепость и самим переговорить с гарнизоном. Комендант явно растерян. Безопасность не гарантирует. Советские парламентеры поднимаются с переводчиной лестницы на балкон, входят в огромный зал вместе с бойницами вместо окон. Перед ними гарнизон. Офицеры и солдаты, выстрелившиеся по периметру в 2-3 ряда. Некоторые в эсэсовской форме. Гришин с галлом занимают позицию для обороны, встают у стены плечом к плечу. Под ненавидящими взглядами эсэсовцев повторяют условия капитуляции. Во избежание ничем неоправданных жертв среди солдат и офицеров крепости, учитывая, что у вас есть раненые, а также мирные жители, от имени советского командования предлагаем гарнизону прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие. Получив отказ с капитуляции, в политотделе стали искать другие ходы. Начальник политотдела 47-й армии полковник, впоследствии генерал-полковник Михаил Харитонович Калашник в своей книге «Испытание огнем» вспоминает обратились к коменданту крепости, выделить одного из его офицеров, чтобы тот сам убедился в гуманном отношении советских войск к пленным немецким солдатам и офицерам. Далее воспоминания военного корреспондента Анатолия Медникова. «Приближалось окончание битвы за Берлин, и волна нашего наступления катилась уже к берегам Хафеля и Эльбы. Это были последние дни апреля. Случайно по дороге к Эльбе я впервые услышал о Шпандаусской крепости, встретив газик 7-го отделения политотдела 47-й армии. В машине рядом с инструктором отдела капитаном Пескановым сидел молодой немецкий лейтенант в фуражке с высокой тулей, из-под блестящего козырька которой поблескивали скорее удивленные, чем испуганные глаза, жадно осматривающие все вокруг. Офицер был при оружии, что само по себе казалось очень странным, и вообще держался не как пленный, а как парламентер, уверенный в своей безопасности. Машина Пескановского шла от линии фронта к Берлину. Уже 1 мая на звонок начальника политотдела 47-й армии Михаила Калашника, так и не собираются сдаваться. Гришин докладывает. Ждем до 15.00. Пошли тягостные часы ожидания. В 15.00 перед нашими позициями появляются парламентеры с белым флагом. Все. Крепость капитулировала. Майор Василий Гришин докладывает наверх о капитуляции цитадели Шпандау. Через несколько часов ворота крепости открываются. И 460 немецких солдат и офицеров выходят, стараясь держаться колоннами. Солдаты хмуро бросают свои автоматы на груду оружия. А что с нами? Страх на лицах женщин с детьми, стариков. Родные только что пленных солдат и офицеров, мирные жители, укрывающиеся в крепости, жмутся полуторатысячную испуганную к толпу. По приказу командования армии переводчик обращается к ним через рупор. Гражданское население может покинуть крепость и отправиться по домам. Гал вспоминал. Лавина ликующих людей прошла мимо нас через ворота. К советским офицерам подбегает молодая немка с ребенком на руках, со слезами на глазах благодарит спасителей. Так, отчаянно рискуя советские парламентеры Василий Гришин и Владимир Гал спасли около 2000 немецких жизней и многие жизни советских солдат, которые не погибли за 2-3 дня до падения Берлина и вернулись домой с победой. За этот и другой подвиги майор Гришин награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени, капитан Гал – Орденом Отечественной войны 2-й степени. Свидетелем их подвига стал сослуживец, 19-летний лейтенант Красной армии Конрад Вольф, сын писателя Фридриха Вольфа, эмигрировавшего из Гитлеровской Германии в СССР, жившего одно время в Уфе, брат знаменитого контрразведчика Маркуса Вольфа. В 1942 году, будучи руководителем ГДРовской штази, Маркус приехал в Башкирию по телеграмме из Усполкома Коминтерна для обучения школе разведки, организованной Кушина-Ренкова. Служивший в том же политотделе Штугал и Гришин Вольф вызвался пойти парламентером. Но майор Гришин справедливо рассудил, пойми немцы, что перед ними их соотечественник придут в ярость и расстреляют неминуемо обоих. Став после войны знаменитым в ГДР режиссером, Конрад Вольф создаст об этой истории фильм «Мне было 19». Правда, с весьма вольным изложением, неузнаваемо поменяв роли главных действующих лиц. Фильм войдет в число лучших 100 фильмов немецкого кинематографа всех времен. Но это будет потом. А пока события развивались стремительно. 30 апреля знамя победы водружено над Зрихстагом. 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством. 1 мая Василий Гришин и Владимир Гал спасли огромное количество жизней немецких солдат и мирных жителей и советских солдат во имя будущего. 2 мая Берлин капитулировал. Оставалось неделю до 9 мая, до Великой Победы. Приехав очередной раз в Берлин, я не могла не поехать в Сатадель-Шпандау. Не знала и была взволнована. При входе в крепость установлена мемориальная доска в память о подвиге советских парламентов. Немцы чтят Василия Гришина и Владимира Гала, спасших около 2000 немецких жизней.